Здравствуйте, в студии Вадислав Юрицын и у нас очередной выпуск восточного ревью с востоковедом Александром Князевым. Добрый день. Здравствуйте. В последнее время узлом глобального противостояния стала Сирия. И вопрос, почему? Это что, начало, ну, там есть такие оценки, это начало новой холодной войны. Вопрос, почему опять новая холодная война начинается в Сирии? Ну, на самом деле, то, что мы называем холодной войной, этот процесс, он и не прерывался, в общем-то. Он сделал несколько, прошел несколько скачкообразных таких периодов падения СССР, то, что называется поражением СССР в холодной войне. Ну, на самом деле, это переход в новое качество просто. Потом большой период, который условно называют ельцинским периодом. Время капитуляции? Период, да, сдачи позиций. Ну, тоже не сразу все, постепенно, поэтапно. Потом процесс накопления сил, восстановления определенных и так далее. Сейчас, да, сейчас есть такое ощущение, вот в связи с самыми последними событиями по Сирии, не в Сирии даже, а по Сирии, есть ощущение того, что эта эпоха выходит примерно, примерно по степени напряжения, по интенсивности, примерно на ту стадию, которая существовала, ну, где-то, наверное, в конце 70-х. Потому что вот то, что сейчас происходит вокруг Сирии, очень напоминает атмосферу периода после ввода советских войск в Афганистан, санкции и вся остальная конфронтация. Сейчас что-то подобное происходит. Почему Сирия? В истории всегда есть место для случайностей, но Сирия, наверное, не случайна. Сирия не случайна, потому что, во-первых, сам процесс нарастания противоречий между Соединенными Штатами, продолжающими стремиться к глобальной роли, доминирующей роли в мире, с одной стороны, и Россия, и Иран, я бы не сбрасывал здесь со счетов как крупную оригинальную державу с самыми интересами. Пока осторожненько, Китай, это вот неполный список стран, которые с доминированием США не согласны. Сирия — это только такое внешнее выражение. Ну и вот просто вот эти все противоречия, они, так сказать, созрели к моменту сирийского конфликта. Ну и плюс Ближний Восток — все-таки это пространство, такое уже исторически сложившееся по разным географическим, ресурсным, демографическим причинам, пространство очень высокой конфликтности. Сирия оказалась в эпицентре на сегодняшний день. Когда-то был Ливанск, предположим, да? Тоже, можно сказать, географический сосед Сирии, да? То, что, по большому счету, далеко не отошло. Ну и потом, с точки зрения управления конфликтами, благодатное пространство, разнородное население в реальности с существующими какими-то, если даже не противоречиями, то создающие поводы для развития противоречий, да? Межкофессиональные, предположим, межэтнические и так далее. Ну и дальше в довесок уже там идут более конкретные интересы, связанные, например, с энергетикой, с газовой проблемой, конкуренция различных проектов. Вот все это, плюс интересы Турции, кстати, вот нельзя сбрасываться счетов, да, конкретные. Мало говорится о ней, но она присутствует и в первых, самых первых исключительно рядах, роль Израиля во всей этой истории. Свои скрипки есть у Саудовской Аравии, например, там, Египет пытается встроиться в оркестр, вернуться в ряды. Ну, примерно так. Тогда еще момент, но все-таки, скажем, шахматная доска в Сирии, да, а противостояние в Москве и Вашингтоне. Вот в этом плане, как это отражается там? И то есть какая связь, условно, например, Сирия и победа кого-нибудь из кандидатов в президентской гонке в США? Ну, это очень интересный фон, скажем, на самом деле, потому что, вот я, например, склонен думать, что в краткосрочной перспективе, я подчеркиваю, да, в краткосрочной перспективе, пока не завершится предвыборный период и не пройдут выборы в Соединенных Штатах, вот эта конфронтация, она большей остроты не достигнет. В американском обществе среди американского электората сегодня какая-либо прямая военная авантюра администрации США будет непопулярна. Поэтому я думаю, что любая из команд, будь то Трамп, будь то Клинтон, любая из команд это будет учитывать, конечно. То есть риторика может быть разной, риторика тоже играет важную роль, вот, но при этом какого-то решения о прямом военном участии, и не просто о военном участии, а решения о военном противостоянии напрямую с Россией на территории Сирии, над Сирией, да, я думаю, что такое решение маловероятно, вот, учитывая предвыборную кампанию. Другое дело, что это может быть сделано, но может быть сделано другими руками, руками других. История с, когда турецким самолетом был сбит российский бомбардировщик, эта история, ведь не случайно, да, это не, это сейчас турки могут сколько угодно судить этого пилота, у меня чуть было не вырвалось, несчастного пилота, ну, конечно, и несчастный, но его делают, грубо говоря, козлом отпущения, поскольку совершенно же очевидно, что это решение политическое, что это не случайность, когда пилот нажал там на гашетку и вот потом схватился за голову, вай-вайс начал кричать. Нет, конечно, это политическое решение. И такие политические решения могут быть приняты в воздушном пространстве над Сирией и у ее границ по периметру присутствует и турецкая авиация, присутствует и израильская авиация, но вот она вряд ли, конечно, провокаторой будет назначена. Вот, сейчас американцы вот пытаются пробить вопрос о введении в своем одностороннем порядке, ну, с союзниками, понятно, о введении бесполетной зоны над Сирией. Это очень интересная вещь, вот на это они могут, в принципе, решиться, да, это создаст условия, в которых вот уже прямое военное столкновение, оно может быть в высочайшей степени вероятным. Но мне кажется, все-таки, что до этого не доведут. Ладно, а как население в России воспринимает военную операцию в Сирии? Ну, население любой страны, любой страны, не только России, к России относится общая закономерность, всегда приятно маленькая победоносная война руководства этой страны. Но война должна быть краткосрочной, она должна быть победоносной, и она должна быть, по возможности, без потерь, ну или хотя бы с минимальными потерями. Вот, и в этом ключе начало войны в Сирии, начало российского участия в войне в Сирии, оно достаточно с энтузиазмом было воспринято в российском обществе большой частью. Вот, но вот уже нынешний этап затягивания этой войны, потери пока, я не думаю, что потери как-то сильно повлияли на общественное мнение, на атмосферу саму. А вот само затягивание войны, оно уже теряет вот эту первоначальную пассионарность какую-то присутствующую. Это участие становится обыденным, оно уже не играет на электоральные какие-то рейтинги первого руководителя, других руководителей. Можно заметить, во время выборов в Госдуму, там, конечно, понятно, больше вопросы внутренней политики присутствуют, да, в программах кандидатов, в обсуждениях, но вот этот международный компонент внутренних содержательных программах кандидатов и в вопросах каких-то обсуждений, дискуссиях, он практически нигде, я не помню упоминаний вообще о нашем участии в войне в Сирии. Не было такого, потому что это электорат стало неинтересным. Это уже как бы ведомственные вопросы по линии Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Это уже ведомственные вопросы, да, и Минобороны, и вот сейчас, на нынешнем этапе, в первую очередь, конечно, Министерство иностранных дел. Там игра идет такая серьезная, с большими ставками, чего стоят только взаимные ультиматы, мы скажем, да, когда Россия выходит из программы по плутонию, Россия требует ультимативно сокращения вооружений натовских в странах Восточной Европы, которые, казалось бы, каким боком имеют отношение к Сирии, но это как раз и подтверждает то, что эти явления взаимосвязаны. Американцы, понятно, что по большинству позиций, которые предъявляются России, американцы на уступки пойти не могут. Россия на те уступки, которые предъявляет США, пойти тоже не может. И создаются патовые ситуации. Я еще и поэтому думаю, что военный исход маловероятен. Сейчас обе стороны будут позиционно, так сказать, затягивать ситуацию, чтобы потом найти на каком-то этапе, найти выход из одного, по одному вопросу решения, по другому, по третьему. Тогда чуть-чуть ближе к нам Афганистан, например, в ту холодную войну, или в ту фазу холодной войны, он находился в эпицентре, а сейчас Россия вообще, наверное, к нему никакого интереса не проявляет. Но с другой стороны, это тот регион, который касается Казахстана прямо или косвенно. Ну, Афганистан на самом деле ближе к периферии, сейчас общественное внимание, вот если, ну, в краткосрочном времени, да, вот сейчас Сирия, Сирия, Сирия звучит. Но на прошедшей неделе, чуть раньше, на прошедшей неделе это все подтвердилось и формализовалось, произошло событие, которое пока, мне кажется, мало удостоено внимания и политического эстеблишмента, и политизированной части в обществе. Это возвращение Гульбендина Хикматиара в легитимное политическое пространство Афганистана. На протяжении достаточно долгого времени и сам Хикматиар, он очень грамотно работает на франционном пространстве, и правительство в Кабуле, они выражали свои намерения о подписании соглашения о перемирии, и вот оно свершилось. Значит, я немножечко напомню, Хикматиар — это лидер Исламской партии Афганистана, ХСБ Исламе Афганистан, это старейшая из политических партий Афганистана, ныне действующих, созданных в 70-е годы, это, следуя афганской традиции последних десятилетий, эта партия является одновременно военной группировкой, и это одна из крупнейших военных группировок. Если взять и в комплексе оценить военный потенциал, скажем, Талибана сегодняшнего, всех его фракций, да, вот комплексно имеется в виду и мобилизационный ресурс, в том числе, да, там какой-то, в широком понимании, и сравнить возможности Хикматиара, я бы их поставил как минимум наравне, как минимум наравне, потому что Хикматиар в своей программной части, в своей деятельности, он все-таки более приемлем, он приемлем для более широких слоев афганского общества, с точки зрения поддержки. Талибы тоже имеют неслабую поддержку в Афганистане, но у Хикматиара она может оказаться посильнее. Там много популизма, там нет смысла, может быть, пересказывать, там есть такой достаточно кандовый пуштунский национализм, в меру исламского радикализма, вот. Единственное, что противостоит Хикматиару, это созданный в афганской политической среде, созданный образ марионетки пакистанской межведомственной разведки. Там есть свои связи, они плотные очень эти связи, он не вполне самостоятельен, но он и способен, судя по всей его биографии, он и способен на определенную самостоятельную деятельность. Я думаю, что вот это перемирие, произошедшее, оно с одной стороны на руку американцам, а управляет процессом в Афганистане сегодня Соединенные Штаты, как демонстрации, опять же, с проекцией на предвыборную кампанию США, потому что это демонстрация того, что правительство Гани, которое официально называется правительство национального единства, что оно делает шаги к политическому невоенному разрешению конфликта в Афганистане. Вот крупная группировка, одна из мощнейших, Хикматиар, все, с ним достигнут соглашения, он возвращается в Кабул. Но по условиям подписанного соглашения, там есть мелочи, там правительство обязуется договориться с Соединенными Штатами и пробить отмену санкций в отношении Хикматиара и ряда его сподвижников в США и в ООН. Американцы уже отреагировали, что они торопиться не будут с отменой этих санкций, что свидетельствует немножко понимание происходящего в Вашингтоне. Плюс за счет правительства Афганистана ему и его ближнему кругу обеспечивается проживание, ну, видимо, виллы какие-то, я так думаю, усадьбы, и обеспечение безопасности на территории Афганистана. Партии Хикматиара предоставляется возможность участвовать в любой политической и социальной жизни страны, в том числе в элитаральных кампаниях. Но при этом Хикматиар берет на себя одно единственное обязательство прекратить военную деятельность, направленную против правительства. Это не означает, что его отряды будут разоружаться, о реинтеграции какой-то, о разоружении речи не идет. А это очень серьезная сила. Плюс правительство обязуется обеспечить беженцев, афганских беженцев, до сих пор поживающих на территории Пакистана и других стран, и связанных с партией Хикматиара, обеспечить их землей, какими-то другими преференциями социальными на территории Афганистана. Это будет означать, если процесс пойдет более или менее, хотя бы так, как он расписан в этом соглашении, что на территории Афганистана прибывают несколько десятков тысяч семей афганских граждан из эмиграции. Один только лагерь под Пешаваром, Шамшату, самый известный, там проживает где-то около 20 тысяч. 20 тысяч человек или 20 тысяч семей? 20 тысяч семей. И все эти лагеря, которые не случайно, я упоминаю о том, что они подконтрольны партией Хикматиара, все эти лагеря являются очень мощным мобилизационным ресурсом. Именно оттуда вербуются боевики для всех тех акций, процессов, операций, которые проводятся в партии Хикматиара. Я, кстати, напомню еще эпизод из истории. Партия Хикматиара одна из наиболее имеющих опыт широкой международной деятельности. Боевики Хикматиара участвовали в конфликтах в Нагорном Карабахе, в Косово, в Боснии. Ну, Кашмир — это вообще порядки вещей. И в том числе и в гражданское войне в Таджикистане были попытки улиться туда, ведь это совсем недалеко от нас. То есть это такой очень мощный ресурс. И Хикматиара имеет определенные личностные такие специфики. Это просто зашкаливающий, амбициозный человек, который с ролью просто вернувшегося из эмиграции политического лидера, ну, может быть, и потерпит, присмирится на какое-то время, но очень ненадолго. Тогда может еще один момент в этой связи. Если, скажем, логика американской избирательной кампании, она подразумевает Хикматиара, то зачем Ашраф Угани такой человек, который его просто забьет своей харизмой и ресурсами? А он забьет, я думаю. Но по большому счету логика предвыборной кампании диктует сейчас продемонстрировать американскому избирателю, что в Афганистане американская политика достигла определенного успеха. Существует демократическое избранное правительство, которое ведет мирный процесс, успешно ведет его с противовосвящими сторонами и так далее. Степень рисков со стороны Афганистана для мирового сообщества снижается при этом. Такие примерно выводы будут делаться. И опять Америка forever. Но любое решение, оно же имеет последствия неоднозначные. С одной стороны, Хикматиар резко усиливает роль пуштунского фактора. Не надо забывать, что в Афганистане многое зиждется еще и на межэтническом конфликте существующем. Резко усиливается роль пуштунского фактора, причем такого крайнего, шовинистического, националистического. Это усиление противостояния с таджикскими партиями, с другими этносами, с хазарейцами. Но с другой стороны, Хикматиар не будет входить в альянс с Гани, пуштуном Гани, против, например, условия таджиков. Нет. Это будет формироваться сейчас другая сила. Он будет обрастать другими силами и будет действовать, я думаю, вполне самостоятельно. Выполняя и свои собственные задачи, реализуя свои собственные амбиции. Ну и, наверное, где-то параллельно переплетаясь, выполняя задачи, поставленные ему его пакистанскими коллегами. Я так понял, у пакистанских коллег сейчас тоже напряженно в том же Кашмире, да? Где, как говорите, боевики Хикматиара постоянно воевали. Да, но как раз в связи с обострением в Кашмире, но обострение в Кашмире, на самом деле, нынешнее обострение, это все-таки инициатива индийской стороны. В Индии очень сложная внутренняя социально-политическая ситуация. Партия премьер-министра Нарендры Морди проиграла большой ряд выборов по регионам, по штатам страны. Это важно в индийской политической системе. И по всей стране сейчас происходят целыми такими цепочками кастовые протесты. Не надо забывать, что Индия все-таки кастовое общество. Это серьезная вещь. Армия постоянно, как мне это говорить, под ружьем. То есть у них такие конфликты давит не полиция, а вооруженные силы? Вооруженные силы, полиция все вместе. А вот этот конфликт обострения в Кашмире, я думаю, что не случайно военные операции в Кашмире, когда были нанесены удары по ряду позиций пакистанских вооруженных сил на линии сопрясновения и глубже. Этой военной операцией руководил сам премьер-министра, потому что на тактическом уровне, собственно, для индийского руководства, я думаю, что это прежде всего тривиальное отвлечение внимания индийской общественности от этих внутренних, внутри происходящих проблем. Попытка на фоне образа общего врага, а враждебность достаточно сильная, десятилетиями, на фоне этого общего врага, как-то попытаться консолидировать, примирить внутри и консолидировать индийское общество. Ну, на самом деле, задача шире. Задача шире, потому что Индия сегодня является инструментом западных стран, инструментом США. Израиль участвует в этом процессе по противостоянию, продвижению китайского влияния в Пакистане, особенно в Афганистане в частности. А хикматяр в этой истории может играть и будет наверняка играть одну важную для Пакистана в этой ситуации задачу. То есть Пакистан в своем противостоянии с Индией всегда нуждается в неком, как это называется, они это определяют понятием стратегическая глубина. То есть любая конфронтация с Индией, она натыкается на необходимость иметь в тылу, то есть у западных границ Пакистана, а это афганская граница, иметь спокойный надежный тыл, иметь спокойные надежные коммуникации. А для этого необходимо свое собственное пакистанское влияние в Афганистане. И хикматяр это инструмент выполнения вот этой задачи. Чем это закончится, не знаю, но опасность разрастания, вот этого индо-пакистанского нового конфликта, она реально присутствует. Я думаю, что по степени влияния на общемировые процессы, в том числе и на наш регион, вот этот потенциальный новый фронт, это уже не российско-американский, а скорее китайско-индийский, с примкнувшими к ним товарищами, вот этот новый фронт холодной войны, я думаю, что он окажется нисколько не менее значим, нежели ближневосточный, сирийский. Видите, чуть про второй фронт холодной войны. Но это все равно, в конце концов, американский фронт. Только там против России и здесь против Китая. Ну, там присутствует, скажем так, там присутствует один из, американцы там присутствуют как одна из важнейших доминантов. Но дело в том, что вот в таком роде раскладах здесь важны и не только первые величины. Американцы не один год, это же не сегодня возникшая ситуация, американцы сформировали условия, в которых Индия, имеющая свои на то причины, проектирует противостояние к китайскому влиянию. Достигаются и индийские интересы, достигаются, ну, в случае успеха какого-то, достигаются и американские интересы. То есть это искусство политики, когда ты делаешь собственные интересы, одновременно либо находишь общие интересы, да, какие-то, с достижением общих целей, либо формируешь их таким образом, чтобы они стали общими, чтобы твой сателлит, Индия, конечно, не совсем сателлит, да, но управляемый тобою объект политики, становясь субъектом, действуя самостоятельно, чтобы он выполнял в том числе искренне, с собственным внутренним желанием, борясь за собственные интересы, но выполнял твои интересы. Вот американцам это удается. То есть в этом случае они как-то не надорвутся, да, противостоя и России, и Китаю? Думаю, что нет. Я думаю, что вот в политике сегодняшней Индии и во всей этой ситуации вот на вот этом пространстве Южной Азии и Среднего Востока, я думаю, что здесь в антикитайской позиции сплотилось достаточно много интересов. Там есть, я упомянул, Израиль, там есть собственные интересы арабских стран, и все они не на стороне Китая, поэтому Китай справится, мне кажется, Китай, он большой, вот, и там тоже не дураки сидят в Пекине, вот, но противостояние достаточно серьезное. Оно произойдет не завтра, по большому счету, да, это могут быть пока локальные стычки в Кашмире, еще где-либо там, на Аксае, вот, но оно происходит не только в военной области, оно происходит в экономической области и в других, вот, но это один из серьезнейших конфликтов, будущего, не уступающий, я еще раз повторюсь, Ближневосточным. Большое спасибо, у нас в гостях был Александр Князев, и это был очередной выпуск Восточного Ревью. До свидания. До свидания.